Друзья, снимаю очередной фильм, снимаю с экрана. Почему? Чтобы не показывать лишнего. Это WhatsApp. Здесь много данных от других людей. Не все рады, когда высвечиваются телефоны и прочее. Поэтому я взял и выделил вот этот вот кусочек страницы личной переписки жителями Алтая. И сейчас я вас познакомлю с той проблемой, которая возникла. Я люблю таких людей. Я рад, что они есть. Я рад, что не то, что овощи чего-нибудь доверяются, а хочется чего-нибудь такого. Помните, песня была? Вот. И хочется чего-нибудь такого. Значит, у меня получилось так. Переписка была так. Выше написано. Здравствуйте, Олег Васильевич. Можно ли здесь заказ на черенки или обязательно на почту? Я научился именно здесь, на экране, на WhatsApp. WhatsApp-то тоже есть, не только на телефоне. Я здесь спокойно сейчас за секунду рассылаю каталог. В данном случае интересую черенки. Вот. И ответил на вопрос даме. Да, можете здесь наладить переписку и заказать прямо тут. Вот. И вот она заказала черенки. Крупноплодные железы. Рыжие фаина. Филиппева поздняя. Амур академик. Королевский черный абрикос. Ну, еще венгерка богатырская. Венгерка грация. Ну, еще и косточек Амура, сына манджурца в Сибирке. Заметьте, косточки пойдут, в основном, видимо, на подвой. Вот. А привитые на прививку черенки, ну, уже лучше и не бывает, наверное. Чего тут только нет. И академик тут есть, и королевский есть. Фаина есть. Это мои суперсорта. Итак, заказ был сделан. Вот. Ну, подумаешь тут, вместе с косточками, здесь с черенками, каких-то меньше 4 тысяч получилось. Ладно. Я теперь быстро проскакиваю. Почему? Потому что, чтобы вы не видели адреса. А про адрес скажу так. Это Алтай. Вот. И уже, казалось бы, все было сделано, все выслало. Ура, ура. Приходит это письмо. Валерий Константинович, буду признать, если вы дадите краткие характеристики всех заказанных вновь от ОТО-Черенков. Как вы про Филиппе Позде рассказали в общем чате. Аудио с сообщениями, чтобы мне представление иметь. Вот. Ну, тут уже я, конечно, задумался. С Филиппиевым легче всего было. Значит, Филиппиевым поздний. Это сорт уникальный, не имеющий в себе равных. Вот. Потому что просыпается, цветет тогда, когда уже все отцвели. Уже, когда уже нету на деревьях плоды, и только вдруг захотелось чего-то такого, а Филиппиевым еще и не созрел. Вот эти он выделяется. Твердая мякоть. Костая, но мякоть довольно твердая. Косточка отделяется. Вот. Это уникальная вещь, потому что одно из главных качеств сортов таких, поздних, является то, что они транспортабельны. Значит, можно куда-то ввести и где-то есть в другом месте. Можно даже посылки посылать. Вот. Ну, а далее что? Далее осталось про остальные 9 рассказать. Вдруг я столкнулся с такой вещью. Долго терялся, долго не знал, что отвечать, а потом ответил как-то под настроение, что еще и повторить не смогу. Давайте послушаем вместе. Милая Вера Викторовна, это невозможно. Сейчас объясню, почему. Видим, в принципе, плюс-минус вес плодов, крупность плодов. И это, глядя на фотографии в каталоге. Это реально, что это настоящая фотография, это настоящий Сибирский сад. Это один случай на сотни. Вот. Это самое главное. Ученые со мной не дружат. Сказать, а вот такое здесь содержание витамина С, не могу. Витамина В12, не могу. Сахаристость в процентах или в граммах на литр, не могу. Остается только гадать. Вот. Не гадать, а объяснять примерно. Начинаю издалека. У меня был уникальный случай, я на нем несколько раз рассказывал на своих семинарах. Значит, когда случайно собралось пассажиры двух машин, гости, и 13 человек участвовали в дегустации. Вот. Я 13-й. Я сказал о самый вкусный абрикос Королевский. 12 человек проголосовало за жердель кисло-сладкую. С тех пор я характеристик по вкусовым качествам не даю. Оказывается, сладкое, это еще совершенно не значит, что все в порядке с ним. Потому что понятие сладкое и вкусное путают люди, у которых низкая кислотность жены, с огромным удовольствием едят кисло-сладкие плоды. Люди, которые, как у меня, повышены кислотность желудка, не могут есть кисло-сладкое, им подавай сладкое. Вот. То есть, все, люди разные. И теперь я скажу только, держитесь крепко за стул. Как я определяю вкус? Пол, что это пол, серьезно, я определяю так. Этот плод кислый, этот плод кисло-сладкий, по мере увеличения сахара. Этот плод сладко-кислый, этот чисто-сладкий. И, наконец, высшая оценка. Внимание, держите за стол. Высшая оценка. Это сладкие поцелуи. Так вот, все, которые вы у меня выписали, вот, смотря какой получше еще подвоем, это от него тоже зависит. Вот. Это, как правило, сладко-кислые, сладкие и сладкие поцелуи. Вот и все. Какие еще характеристики могут быть? Спасибо, что есть фотографии, на которых глаз не отвести. Дополнительно подскажите, мне вот интересует вот эта характеристика. А, ну да, еще моя застойкость. Да, 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 моя застойкость. Барно-стойкость вы будете определять с помощью собственного опыта. Почему? Итак, сейчас я посмотрю, откуда вы взялись. Ну, так, а где вы, где вы, где вы? Вот заказ. А, вот. Алтайский край, Барноу. Если город греет, считайте у вас климат подходящий. Алтайский край в Сибири считается самым подходящим для садоводства. Барно-стойкости всех моих сортов, в принципе, хватает. Если только вы вдруг не станете приливать на абсолютно не марно-стойкие подвое. Вот такие дела. Я ответил на ваш вопрос подробно, как мог. Вот. И никаких таблиц совместимости не существует. Таблиц морозостойкости не существует. Таблиц содержания внутри сахаров, витаминов не существует. А это все гибридные сорта. Они настолько индивидуальны, что даже на двух дерева с разных веточек можно получить разные плоды. Вот так вот. Благодарю за внимание. Но это еще не конец. Я просто сейчас взял, вместо отдыха процитировал вам, запись сделал с экрана, где у меня голосовая связь. То есть я взял и это все сделал в виде съемки. Теперь своим голосом говорю. Значит, сроки светения, сроки созревания потребовала еще наша дама. Вот. И по твоим и будут ваши манджорцы. Выращенные скотчики в прошлом году вас брала. Вот это высшее качество. Вот я еще немножко... Слышали, мой голос был немножко грустный, немножко такой вялый. Почему? Да, черт вы знаете, прекрасная черенка, чем дело кончится. И тогда я вот сзади веслом прочитал. Подобьем вот ваши манджорцы. Ну, а теперь давайте придется гадать дальше. Сроки светения. Значит, средний срок для всех является конец июля, начало августа. Довольно рано. Вы знаете, что в Сибири летать... Я раньше сам не знал. Я думал, Сибирь это ясно, где декабристы, да, декабристы, в глубине сибирских руд. А теперь-то я знаю, что у нас в Сибири теплее, жарче лето, чем в Европе. Это здорово. Вот. То есть у нас летом довольно быстро созревают фрукты, не только абрикосы. А чем это интересно? А скажу, чем. Значит, у них же короткий период вегетативный. От весны до осени надо... Срок вегетации в Сибири, по идее, не хватает. Частично спасает жаркое лето. Как бы немножко в сроке ужимает. Вот этот момент. Теперь, почему я сказал, что конец у меня и у вас на Алтае будет то же самое. Конец. Если жаркое лето, конец июля, начало августа, почему без каких-то цифр? Да потому, что у нас бывало такое холодное лето, что совсем другое цифр. Вот. Поэтому бесполезно. Повторяю. Конец июля, начало августа. А срок созревания? Сентябрь. Это касается ямлони, груш. Я всегда говорю, тоже не разделяя слив и так далее. Вот. И получается, ой, я, и явно не, ой, абрикосы это срок созревания. Срок светения, к сожалению, рановато. Чуть тепло, и раньше всех абрикосы светают. Это его слабое место, поэтому даже в таких садах, как мой, каждый год не дождешься. Тобычно один суперурожайный год, один слабый, один пропускает. И вот, может быть, причем никакой системы нет. Что их усредняет? Почему я сроков тем более не называю? Манджурцы, подвои. Вот. Они меняют все характеристики. Вот. Те, которые его упомянули. Теперь так. Осень у нас ужасная. Вот теперь сейчас плюс один, вечер будет минус десять. Не знаю, как перезимует. Манджурцы нормально перезимует. Так, ну что, надо бы заканчивать эту тему. Самое главное, мы поговорили, и я главное объяснил. Очень большое усреднение происходит. Поэтому. Более точно характеристики, чем я вам сейчас сказал. Такие, как бы, пространные дал. А то все никто не знает. Давайте на этом закончим. Вот это вот мой каталог. С ним надо отдельно разбираться. Видите? Нельзя быть полностью, полностью новичком. Полностью. Вот хорошо, мне позвонили. Ой, написали. Значит, вы теперь будете иметь вот это вот. Железово-Чернобаево о лучших мире плодах в черенках. Вот этот фильм вы будете иметь. Чемеряки сохраняют генофонд. Вот этот фильм. Сандир Железово-Чернобаево. Видите? Тут упоминается Королевский Академик. Вот. Пожалуйста. Фильм о черенках. Все это вам надо знать. Потом, когда вы всерьез заболеете и поставите себе сами диагноз садовод, тогда вы у меня купите вот эти книги. Многие стараются не заборачиваться. Ну, и пусть растет. Да, я тоже так когда-то начинал. Вот. Ну, все равно рекомендую. Эта книга раритетная. Вот смотрите. А 10 тысяч экземпляров в нашу книгу с Кородюмомом. Был напечатан на 10 тысяч. За месяц была продана. А может и за две недели. Исчезла и навсегда. Вот и все. О стране миллионы садоводов. А это вообще тысячные экземпляры. Которые я выше пролеснул. Бывает. Вот, кстати, моей собеседнице скажу. Вот абрикосомор. Вот представьте себе. Косочка легко отделяется. Мякоть твердая. Это сладко-тислое. Видите, я не говорю сладкое. Зачем голову морочить? Сладко-кислое. Ну, вот эта киселка дает возможность себе не портиться. Очень долгие недели. Транспортабельная получается. Вот. Если у нее чисто сладкие, попробуй не с ними. Наверное, деревья портится. А есть вот такие надежные. Вот я ее называю транспортабельными. Вот. Серафим. Вот более поздние. Я вот чуть-чуть раскрываю все-таки карты. Хотел отделаться обшими празднованиями. Серафим. Популярная среди мошеннических сайтов. Ну, еще бы. Наконец-то они видят целое дерево. Ну, не целое. Огромную ветку с плодами обильными, густого седа. Вот. А то их упрекает. Где их не сад? А вот он сад. У них, они считают, что вот сейчас разместил на своем сайте. И поверят люди, что у них есть настоящий сад. Поэтому вот эту фотографию воруют чаще других. Хотя она сделана в моем саду. Ну, тут рекордсмены. На момент съемки было 25 везер. Ну, давно, лет 15 назад. Вот. Как можно отнести... К чему можно отнести абрикос рыжий? Значит, ну, ветку передал Чернобаев. Вырастил, и вдруг... Валерий Константинович, да жена, да все гости сказали. А у него были, ну, тут момент академики, еще три каких-то сорта. Естественно, из высшей лиги. И вдруг... Валерий Константинович. Вот. Ваш сорт, тот, который на рыжий похож. Похож на рыжего цвета. Да он сладкий. А это необыкновенно. Мы объедаемся. Мы наварили этих самых... Мы пододелали компотом. Всем в шоке. Вот. А сами-то из-за них это... Вся семья из этого. Из Алматы. Ушлик-то чего удивить. Удивил ведь железо. Удивил. И вот он потом. Тот рыжий, тот рыжий. Прилипло название. Прилипло. Как его характеризовать? Сколько в нем сахара? Не знаю. Но я отнес категорию. Вы догадались какой? Нет. Не сладких. Сладкие поцелуи. Вот на этом позорки мне откладятся. А мне, кстати, червяки покупают. Очень плохо. Я не ожидал этого. Это хорошо. Вот она выросила по двое. А нет по двое. Конечно, ребята, натернутся. На сливу. Это самое. На вишню. Ой, да. Просто сливу. На лучу. Тысячи, тысячи, тысячи. Вдруг это последний год мой. Активный. И все. Больше никогда у вас не будет рыжего. И нигде не будет. Помните, я привел пример с этим. Бай Левицкого. Бай Левицкий. Набираешь в этом интернете. Куча этих сайтов, где якобы Бай Левицкого продают санкции. Нету ни у кого из них Бай Левицкого. Нету и быть не может. И название придумал Железов. Был абрикос Бай, а это разновидность его, клон. Я и назвал память о умершем замечательном садоводе Саяногорском, о котором никто никогда не знал и не узнает. К сожалению. О Левицком. Вот. Бай Левицкий. Нет. Пошла, зажила своей жизнью. Фаина моя. Память о это самое. О умершей из-за подлой медицины, которая не нашла деньги на операцию. Умерла девушка 15 лет. Моя знакомая. Я назвал абрикос Фаина Фаиной. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот. Это фирменное название. И больше никогда нигде нет. Если вы сейчас у меня это не купите, вот. Значит, у вас этого никогда не будет. Еще раз говорю. Тысячи куда угодно. Сохраните этот генофонд. Ну и не зря же вы видели, что это дама, о которой я говорю. Я уже ее забыл уже. Ее. Я с вами не прощаюсь. Пусть у нас таких, как, это, Господи, вот память, а. Вера Викторовна, пусть у нас таких будет тысячи. Мы всю страну садами покроем. Если не сидеть и не ждать чуда. Привезу то, ага. Привезу то, ага. Продолжение следует...